Библейский портал экзегет.ру представляет Библейский портал экзегет.ру продолжает цикл бесед о Евангелии от Марка. Сегодня мы с вами читаем 10 главу. Отправившись оттуда, приходит в пределы иудейские за Иорданскую стороною. Опять собирается к нему народ, и по обычаю своему он опять учил их. Подошли фарисеи и спросили, искушая его, позволительно ли разводиться мужу с женою. Он сказал им в ответ, что заповедал вам Моисей. Они сказали, Моисей позволил писать разводное письмо и разводиться. Иисус сказал им в ответ, по жестокосердию вашему написал он вам сию заповедь. В начале же создания Бог мужчину и женщину сотворил их. Посему оставить человек отца своего и мать, и прилепиться к жене своей будут два одной плотью. Так что они уже не двое, но одна плоть. И так, что Бог сочетал, того человек да не разлучает. В доме ученики его опять спросили его о том же. Он сказал им, кто разведется с женой своей и женится на другой, тот прелюбодействует от нее. И если жена разведется с мужем своим и выйдя за другого, прелюбодействует. Здесь мы видим, как Господь отвечает на вопрос, который ему ставят. Вопрос о разводе, о браке. И в Ветхом Завете есть признание того, что развод существует. Если кто разведется с женой своей, тот пусть даст ей разводное письмо. То есть развод предполагал какую-то защиту прав оставленной жены, что вот она теперь свободно разведена, и у нее какой-то есть легальный статус. И вот среди фарисеев, то есть среди толкователей закона, были разные мнения о том, что является допустимой причиной для развода. И существовали две школы. Одна школа была более строгой в целом. Она связана с именем такого раввина, как Шаммай. Шаммай был более строг, он требовал неукоснительного соблюдения закона, и он признавал только очень небольшое число законных поводов для развода. И был Рави Гилель, который был в значительно меньшей степени формалистом, и он считал, что закон, он в большей степени должен соотноситься с реальными нуждами людей. И вот недавно мы прочитали, Господь говорит, суббота для человека, а не человек для субботы. И от него, естественно, ждут такой снисходительности, что ну как же, ну ладно, там, любовь прошла, вяли помидоры, и, соответственно, можно разводиться по всякому поводу. То есть от него ожидают, что он в этом отношении будет занимать позицию Рави Гилеля, как человек более снисходительный и менее приверженный формальностям закона. И неожиданно Господь Иисус говорит тут очень жесткую вещь. Он говорит, что разводиться нельзя, что Бог сочетал того человека, да, не разлучает. И он приводит этому определенные библейские обоснования. Конечно, Равины ссылаются на Моисея. У Моисея написано, оговаривается, как, чем должен сопровождаться развод, следовательно, по умолчанию развод допустим. Однако он говорит, по жестокосердию вашему, написал он вам сию заповедь. Здесь очень важный момент в отношении к Ветхому Завету, то, что Божественное Откровение носит поступательный характер. Людям Ветхого Завета еще не было открыто то, что открыто нам. И Бог, подходя к народу необузданному, народу жестокому, Он постепенно приводит их к сознанию этих нравственных истин, которые Он хочет преподать. И поэтому в Ветхом Завете мы находим много того, что связано с диким состоянием народа. И, в частности, из этого же дикого состояния народа происходит разрешение на развод. Впрочем, говоря о диком состоянии народа в Ветхозаветные времена, мы не должны забывать, что в наши дни народ пребывает в подобной же дикости. И если просто взять и запретить развод, то, пожалуй, нелюбимых жен станут убивать. И вот, чтобы нелюбимых жен не убивали, как это происходило, иногда Моисей и дает такую заповедь. Или просто не выгоняли без всяких гарантий. Закон просто предусматривает какое-то юридическое сопровождение этого факта развода. Чтобы у бедной женщины было хоть что-то, хоть какие-то права. И вот Моисей, который действует в условиях этого жестокого и необузданного народа, он дает закон, который оговаривает развод. Но это не значит, что он его одобряет. Потому что мы читаем у Ветхозаветного пророка, что Бог ненавидит развод. Но это значит, что раз такое дело совершается, это приходится как-то регулировать, чтобы минимизировать зло. Это напоминает другую ситуацию, как мы читаем в Новом Завете про рабство, когда апостол преподает наставление, как рабам и господам себя вести, но не говорит, что рабство вообще надо устранить. Потому что его невозможно устранить на тот момент, надо действовать по-крестьянски внутри той социальной структуры, которая есть. И вот так же с разводом в Ветхозаветные времена его нельзя уничтожить, нельзя устранить, но хотя бы минимизировать зло, минимизировать ущерб. Но эта реальность развода не соответствует Божьему замыслу о человеке и не соответствует Божьему замыслу о мужчине и женщине. Потому что, ссылаясь на того же Моисея, Господь говорит, в начале же создания Бог мужчину и женщину сотворил их. И тут мы видим интересный момент, Господь ссылается на ту же самую Библию. Он не говорит, что Ветхий Завет не авторитетен. Нет. Ветхий Завет для него это авторитетный источник, он на него ссылается, но он имеет власть определять, что в Ветхом Завете носит такой временный характер, что связано с текущим состоянием народа, что свидетельствует о реальности, укорененной в самом Божьем творении. И вот Христос говорит, в начале же создания Бог мужчину и женщину сотворил их. То есть, брак это установление, которое восходит к началу создания. Брак это то, что укоренено в самой человеческой природе. Сейчас мы живем в обществе, где брак рассматривается просто как какой-то договор, соглашение, как что-то такое, типа совместного предприятия. И самые разные формы сожительства претендуют на то, чтобы называться браком. И в нашей стране это пока, слава Богу, не так. Но в ряде других стран браком называют то, что браком никогда не называлось, никому в голову не приходило называть браком. Но, как нам указывает на это Господь, брак это не юридический факт, и не культурный, не религиозный, это факт человеческой природы. Вот Бог так создал людей, что везде, в любой культуре, в любой религии мы находим одно и то же. Мы находим, что мужчины и женщины живут вместе, делят стол и постель, производят на свет детей и их воспитывают. И это относится к началу создания, не относится к установлениям какой-то конкретной религии, или конкретной культуры, или конкретной юридической системы. Брак это то, что создал Бог, как союз мужчины и женщины. «Посему оставить человек отца своего и мать, и прилепиться к жене своей будут два одной плотью, так что они уже не двое, но одна плоть, один человек. И так, что Бог сочетал того, человек да не разлучает». Мужчина и женщина, вступив в брак, они становятся одной плотью и оставят отца и мать, то есть связь между мужем и женой, она более глубокая, она более принципиальная, и она более фундаментальная, чем связь его с родителями. Родители — это то, что я не могу изменить. Нужно быть благодарным Богу за тех родителей, которые есть. Ну, я помню, смотрел какой-то фильм, там мальчик растет в обычной хорошей семье, но он мечтает, что вдруг его родители на самом деле какие-то аристократы, он на самом деле принц. И, конечно, он на самом деле должен быть благодарен за тех родителей, которые есть, и других быть не может. Мы понимаем, что родители, которые произвели нас на свет, они не могут быть другими. И вот Господь говорит, что человек призван оставить отца и мать, и вот его отношения с женой, они более фундаментальны, они более нерасторжимы, чем его отношения даже с родителями. Что Бог сочетал того, человека, который не разлучает. То есть брак — это установление Бога, и брак, так как его видит Бог, в замысле Божием, он нерасторжим, он не может и не должен быть расторгаем. И это, конечно, сталкивается с тем катастрофическим состоянием человеческого сердца, которое было тогда и которое, в общем-то, есть сейчас. Другое дело, что в более таких архаичных обществах брак считается все-таки чем-то священным. человек, который разрушает свой брак, он вызывает резкое неодобрение окружающих, есть какое-то, ну, внешнее давление, которое этот брак цементирует. Но мы в таком обществе давно не живем, и мы живем в ситуации, когда огромное количество браков, если не сказать большая часть заключенных браков, она разваливается. И люди оказываются в ситуации, когда эти слова Евангелия их больно уязвляют. Это неизбежно, когда мы сталкиваемся со Словом Божиим, и Слово Божие указывает нам на то, что мы грешники, и мы удалились от прямых путей Господних, и человек может на это реагировать с болью, с гневом, с обидой, с попытками самооправдания. Но мы должны помнить о том, что Евангелие – это благая весть о прощении грехов. В наше время, когда люди относятся к брачным узам легкомысленно, они легко вступают в брак, легко его расторгают. Слово Божие говорит, что это глубоко неправильно, это абсолютно не соответствует Божьему замыслу о браке, и это должно быть исправлено. Мы должны принять прощение за то, что мы наворотили в прошлой жизни, и впредь жить уже так, как угодно Богу, то есть хранить верность в браке, и этот брак не разрушать, не расторгать. Священное Писание постоянно использует брак как образ отношений Бога и человека, как образ отношений Бога и его народа. Христос называет себя женихом церкви, в Ветхом Завете Бог называет себя супругом избранного народа, и это образ, который подчеркивает верность. Бог не бросит тебя, не оставит тебя, и не заменит тебя кем-то, кто ему больше понравится. Если Бог вступил с тобой в Завет, Он вступил с тобой в Завет навсегда. Брак — это образ, который должен отражать вот это отношение Бога к народу. И, конечно же, всегда совместная жизнь двух грешных людей является для них тяжелым испытанием, и это неизбежно. И люди думают, что вот они были бы более счастливы с кем-то еще, очень часто это иллюзия, кто-то еще оказывается таким же неподходящим, но Слово Божие говорит, что мы должны в браке принять Божий замысел об этом браке, и что брак нерасторжим, что нельзя оставлять свою супругу или своего супруга. И если мы так поступаем, мы тяжко согрешили, и мы нуждаемся в том, чтобы принять Божие прощение и начать жизнь с начала, начать жизнь с чистого листа. В доме ученики его опять спросили о том же. Он сказал, кто разведется с женой своей и женится на другой, тот прелюбодействует от нее. Если жена разведется с мужем своим и выйдет за другого, прелюбодействует. Понятно, что у них перед глазами пример Ирода, который отбил жену у брата, причем отбил с ее горячего одобрения, естественно, она к нему перешла, более высокий получила статус. И Господь им говорит, это неправильно, это грех, это прелюбодеяние. Нельзя бросать ни жену, ни мужа, нужно чтить брачные узы. Конечно, в нашем мире, где прославляется буквально такая распущенность, где людей поощряют следовать их желаниям, это очень трудно хранить верность, но это именно то, что заповедует нам Слово Божие. Мы должны уверовать, что Бог верен по отношению к нам самим, и мы должны подражать Его верности, подражать Его завету в наших отношениях с семьей. Приносили к Нему детей, чтобы Он прикоснулся к ним. Ученики же не допускали приносящих. Увидев то, Иисус вознегодовал и сказал им, «Пустите детей приходить ко Мне и не препятствуйте им, ибо таковых есть Царствие Божие. Истинно говорю вам, кто не примет Царствие Божие, как дитя, тот не войдет в него». И, обняв их, возложил руки на них и богословил их. Для древнего мира было абсолютно не характерно умиление перед детством. И даже в значительной степени для средневекового мира для нас сейчас кажется достаточно понятным вот это отношение к детству как к чему-то очень трогательному, как к чему-то очень хорошему. В древнем мире это было не так. Древний мир не знает культа детства. Дети это просто, ну вот, они шумят, они создают проблемы, и ученики не допускали приносящих. И вот Господь говорит, «Пустите детей приходить ко Мне, не препятствуйте им, ибо таковых есть Царство Божие». Почему? Именно потому, что дети это кто-то, кого видят в качестве незначительных. Дети это те, у кого нет никакой власти, никакого контроля над ситуацией. Те, кто должны полагаться на заботу у взрослых. Им больше некуда деваться. И вот быть подобным ребенком в этом отношении, это понимать то, что мы не контролируем ситуацию, ситуацию контролирует Бог, и полагаться в этом отношении на Бога. Когда выходил он в путь, подбежал некто, пал пред Ним на колени и спросил его, «Учитель благий, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Иисус сказал ему, «Что ты называешь Меня благим? Никто не благ, как только один Бог. Знаешь заповеди, не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, не обижай и почитай отца твоего и мать». Он же сказал ему в ответ, «Учитель, все это я сохранил от юности моей». Иисус, взглянув на него, полюбил его и сказал ему, «Одного тебе не достает. Пойди, все, что имеешь, продай и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах. И приходи, следуй за Мною, взяв крест». Он же, смутившись от всего слова, отошел с печалью, потому что у него было большое имение. И посмотрев вокруг, Иисус говорит ученикам своим, «Как трудно имеющим богатство войти в Царствие Божие». Ученики ужаснулись от слов его. Но Иисус опять говорит им в ответ, «Дети, как трудно надеющимся на богатство войти в Царствие Божие. Удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царствие Божие». Они же чрезвычайно изумлялись и говорили между собой, «Кто же может спастись?» И Иисус, возрев на них, говорит, «Человекам это невозможно, но не Богу, ибо все возможно Богу». Этот молодой человек падает пред ним на колени, то есть он выказывает ему глубочайшее почтение, которое только может. И спрашивает его, «Учитель, благие, что мне дела, чтобы наследовать жизнь вечную?» Он ищет жизни вечной. И Господь говорит слова, которые могут показаться не очень понятными. Иисус сказал ему, «Что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог». Иногда люди усматривают в этом какое-то скрытое отрицание Божества Христа, что почему ты называешь меня благим? Ведь только Бога можно называть благим. На самом деле это утверждение Божества Христа. Конечно, если бы Иисус отрицал свою благость, как любой другой человек, мы все понимаем, там любой нравственно здоровый человек, он понимает, что он не благ. Любой нравственно здоровый человек, он понимает, что совесть его в чем-то укоряет. И, конечно, если бы любой другой человек сказал, «Никто не благ, как только один Бог», это бы выглядело, что «Я не благ, и я не Бог». Но Иисус в Евангелии считает себя благим. Вот это уникальная особенность Иисуса Христа как личности. Мы знаем, что чем человек ближе к святости, тем отчетливее он видит свои грехи. Чем человек нравственно выше, тем лучше он видит, что он грешник. Это какой-нибудь там злодей, убийца может сказать, «А что, я парень хороший, если убил кого-то, так только по делу». А человек, который приближается к святости, мы видим, что святые, они постоянно плачут о своих грехах, потому что они ближе к свету, им все пятна на совесть, им видны гораздо отчетливее. Но Иисус в этом отношении является исключением. Он, например, говорит в Евангелии от Иоанна, «Кто из вас обличит меня в неправде?» Если же я говорю истину, то почему вы не верите мне? Или Иисус говорит о своем Отце, «Я всегда творю, что Ему угодно». Это было бы чудовищное заявление с точки зрения, любой из нас это бы сказал, потому что нетворим мы всегда все, что угодно Богу. Это очевидно. Но Иисус, Он заявляет о себе, что Он праведник. Что Он безгрешен. И апостолы говорят о Нем, что Он безгрешен. Что Он благ. То есть в этом контексте, в контексте свидетельства о себе Иисуса, когда Христос свидетельствует о себе, как о благом, Он свидетельствует о себе, как о Боге. Говорит, ну хорошо, ты признал Меня благим, тогда признай Меня тем, кто есть на самом деле Богом. И Иисус указывает ему на заповеди. Знаешь заповеди, ты должен, значит, соблюсти заповеди, обрати вот на них внимание. И мы читаем в Священном Писании у апостолов, что человек спасается верой в Иисуса Христа. Мы обязаны соблюдать заповеди, но мы не можем спастись через соблюдение заповеди, потому что мы их нарушаем. И, кажется, вот приходит этот юноша и говорит, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную. Ну, вот в Евангелии от Анны Христос говорит, верующий в Меня имеет жизнь вечную. И у нас этот ответ как-то выскакивает на автомате. Но беда этого юноша в том, что он не понимает, что он вообще нуждается в Спасителе. Он считает, что он хороший, богополучный человек. С ним все в порядке. Когда Господь напоминает ему об этих заповедях, он говорит, «Учитель, все это я сохранил от юности моей». И, конечно, это может выглядеть несколько смешно, но, видимо, этот юноша исходит из такого поверхностного соблюдения закона, как уголовный кодекс. Убийств совершал на большой дороге, яд подмешивал, с кинжалом на кого-нибудь бросался, нет, значит, все, чисто. Не крал, в смысле, не нарушал уголовный кодекс, ложных показаний в суде не давал, ну, не было такого. Ну, значит, чист. Но мы знаем, что Господь говорит, что всякий гневающийся на брата своего напрасно подлежит суду, то есть даже ненависть, ненависть, как активное зложелательство, не то, что, вот, допустим, как вот была песенка такая старая, «Я задавил бы тебя трактором, но я боюсь тюремных факторов». Когда человек в сердце своем имеет ненависть, но не совершает убийство, потому что он боится закона, он боится, что там, самого его могут убить. И когда человек имеет в своем сердце ненависть, он все равно перед Богом убийца. И человек не может претендовать на то, что он соблел все заповеди. И Господь мягко показывает этому юношу, юноша в чем нашибается. Иисус, глянув на него, полюбил его и сказал ему, «Одного тебе не достает, пойди, все, что имеешь, продай и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах, приходи, последуй за Мною, взяв крест». Первая же заповедь, «Я Господь Бог, Той, Который выявил тебя из земли египетской, да не будет у тебя других богов перед лицом моим». И тут юноша показывает, что у него есть нечто более важное, чем Бог. Это его богатство. Он не хочет его раздать. Это уже показывает, что он не соблел никаких заповедей на самом деле. У него уже на первом месте богатство, а не Бог. Он же, смутившись от всего слова, отошел с печалью, потому что у него было большое имение. Посмотрев вокруг, Иисус говорит ученикам своим, как трудно имеющим богатство, войти в Царство Божие. И, видимо, этот юноша, он не злодей, не преступник. Он действительно не убивал, не прелюбодействовал, не крал. Он действительно проводил вполне себе нравственную жизнь, но он просто предпочел свое богатство, свое богополучие Богу. И Господь говорит, что удобнее верблюду пройти сквозь игольтные уши, нежели богатому войти в Царство Божие. Почему? Потому что богатый привязывается к этому богатству. Тут нужно понимать, что речь идет не о том, что обладание богатством препятствует спасению, а о том, что приверженность этому богатству, когда человек предпочитает держаться за свое богатство, как за главную ценность своей жизни. Есть богатые люди, ну, мы, например, читаем в Евангелии о неких богочестивых женах, которые служили ему, то есть Иисусу, имением своим. Это были некие достаточно состоятельные женщины, которые поддерживали Господа Иисуса и апостолов из своих финансов. В истории церкви, конечно же, были богочестивые богатые купцы, которые строили больницы, например, вот в Москве есть больницы, построенные богатыми купцами, потому что они считали, что если Бог дал им богатство, они должны их употребить на то, чтобы служить Богу. Но бывает, когда человек в это богатство вцепляется, и он не может войти в царство, потому что он за него держится и не хочет ничем пожертвовать ради Бога. богатство может состоять в том, что у человека заводы, газеты и пароходы. А бывает так, что человек не может расстаться с какими-то очень скромными богатствами, даже с тем, что богатством нам и не покажется со стороны. Но просто вот человек держится за что-то, что он хочет контролировать, что он не хочет отдать Богу. Помню, я читал историю человека, у которого был автомобиль, и не самый хороший автомобиль, не самый замечательный, и он решил, я посвящу свою жизнь Богу. И у него появился смысл, должен ли я посвятить Богу свой автомобиль. Не смысл ли куда-то отдать, а просто признать, просто признать, да, я ей могу пользоваться, но я верю, что он принадлежит Богу, как и все, чем я обладаю. И у него эта мысль вызвала ужас. У него там любимая игрушка, я должен признать, что она вообще-то божья. И он с огромным трудом признал, что да, этот автомобиль тоже принадлежит Богу, от него не требовалось его тут же отдать, нам что-то с ним сделать, нет. От него требовалось просто признать, что это тоже принадлежит Богу, и это дано мне для служения Богу. И он с огромным трудом это сделал. И точно так же все наши богатства, в смысле наших талантов, способностей, времени и сил, они тоже принадлежат Богу. Это тоже наше богатство, которое мы должны употребить на служение Богу. Они же чрезвычайно изумлялись и говорили между собой, и кто же может спастись. Иисус, воздрев на них, говорит, человеком это невозможно, но не Богу, ибо все возможно Богу. Для людей Ветхого Завета богатство – это знак Божьего богословения, что Бог одобрил этого человека, Бог дал ему богатство, это же очень хорошо, а Бог показывает тем самым, что Бог его одобряет. «Если богатый человек, которого Бог богословил обильно на этой земле, не может спастись, кто же может спастись?» Иисус говорит, «Это невозможно вообще человеку, но не Богу, ибо все возможно Богу». И важно тут еще отметить, что часто люди, которые испытывают зависть к чужим богатствам, они используют это для своего утешения, что… А зато он в царство не войдет. Вот трудно ему войти через игольные уши. Но, как мы уже сказали, богатством, которого не пускает человека в рай, может быть все, что угодно, в том числе какие-то вещи, которые не кажутся со стороны огромным богатством. Нам важно даже не то, чем мы распоряжаемся, чем мы обладаем, а то, как мы этим распоряжаемся. И начал Петр говорить ему, «Вот мы оставили все и последовали за тобою». И Иисус сказал в ответ, «Истинно говорю вам, нет никого, кто оставил бы дом, или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли, ради меня и Евангелия, и не получил бы ныне во время сие среди гонений во сто крат более домов и братьев, и сестер, и отцов, и матерей, и детей, и земель, а веки грядущим и жизни вечной. Многие же были последними, а последние первыми». И Петр сказал, «Ну вот мы не стали держаться ни за что, мы последовали за тобой». И Господь говорит, что люди, которые что-то оставили, которые что-то потеряли в этом мире ради Христа, ради Евангелия, они уже сейчас получают церковь, как свою новую семью среди гонений и веки грядущим жизни вечной. Многие будут первыми, последними, последние первыми. То есть люди, которые в этом веке все первые, то есть у них есть власть, у них есть могущество, у них есть достаток, они будут последними в Царстве Божьем. Люди, которые в этом мире гонимы, неотверженные считаются незначительными и презренными, будут первыми. И когда они были на пути, восходя в Иерусалим, Иисус шел впереди их, а они ужасались и, следуя за ним, были в страхе. Подозвав двенадцать, он опять начал им говорить о том, что будет с ним. «Вот мы восходим в Иерусалим, и Сын Человеческий предан будет первосвященникам и книжникам, и осудят его на смерть и предадут его язычникам, и поругаются над ним, и будут бить его, и оплюют его, и убьют его, и в третий день воскреснет». Господь в третий раз уже предсказывает в подробностях, что он будет убит. Он будет предан, он будет убит. Он восходит в Иерусалим не для того, чтобы торжественного царица расправиться со своими врагами, но для того, чтобы принять неправедную смерть от своих врагов. И он это подчеркивает подчеркивает снова и снова, и до учеников это опять не доходит, что мы и видим дальше. Тогда подошли к нему сыновья Зеведеевы, Иаков и Иоанн и сказали, «Учитель, мы желаем, чтобы ты сделал нам, о чем попросим». Он сказал им, «Что хотите, чтобы я сделал вам?» Они сказали ему, «Дай нам сесть у тебя одному по правую сторону, а другому по левую, в славе твоей». Но Иисус сказал им, «Не знаете, от чего просите? Можете ли пить чашу, которую я пью, или креститься крещением, которым я крещусь?» Они отвечали, «Можем». И Иисус же сказал им, «Чашу, которую я пью, будете пить, и крещением, которым я крещусь, будете креститься, а дать сесть у меня по правую сторону и по левую не от меня зависит, но кому уготовано». И услышав десять, начали негодовать на Иакова и Анна. Апостолы не видят перед собой вот того, что Господь им говорит в прямом тексте. Он им прямым текстом говорит, что его убьют, а он в третий день воскреснет. Но апостолы, думаю, что это возможно надо понимать как-то иносказательно, возможно, будут какие-то испытания, но в конце концов все будет хорошо. И Иисус воцарится. Когда он воцарится, естественно, возникнет вопрос, а кто будет сидеть по правой стороне и по левую? При античных царских дворах, как и при средневековых дворах, очень важное значение имело, кто где сидит. По правую сторону сидел человек, максимально приближенный к царю, его правая рука, по левую сторону его помощник, который тоже очень высокого ранга, но чуть-чуть ниже. И апостолы, полагая, что вот сейчас Христос воцарится, старались застолбить это место. Вот, да, ты сейчас будешь, ты сейчас воцаришься, но давай мы заранее договоримся, чтобы потом не было недоразумений, что вот заранее мы сядем по правую руку и по левую. И мы видим вот этот очень интересный момент. Евангелие показывает апостолов людьми, которые ведут себя по-человечески и не слишком одобряемо, не слишком похвально. Это указывает на то, что вот это свидетельство, оно исходит от самих апостолов. Потому что уже следующее поколение христиан, которое относилось к апостолам с глубочайшим почтением, оно бы никогда бы не посмело передавать какие-то рассказы об апостолах, которые выставляли бы их в неблагоприятном свете. Когда мы читаем уже следующее поколение христианских текстов, там об апостолах говорится всегда с величайшим пиететом и всегда о них говорится только хорошее. Вот эпизоды, которые выставляют апостолов в не самом богоприятном свете, они могут исходить только от самих апостолов. Поэтому мы видим здесь свидетельство достоверности евангельского рассказа. Иисус говорит, не знаете, чего просите, можете ли пить чашу, которую я пью, и креститься крещением, которым я крещусь. То есть Христос говорит, что Он же идет на смерть, Он им сказал это. Можете ли вы идти на смерть так же, как Я? Они отвечают, можем. Иисус говорит, да, действительно, вы будете пить ту же чашу, то есть апостолы последуют за Христом и будут претерпевать то же гонение и смерть, но Он говорит, дать сесть у меня по правую сторону и по левую, не от меня зависит, но кому готово. То есть кому готово это Отец. Вы не должны добиваться себе преимущественного места, Бог об этом позаботится. И услышав десять, начали негодовать на Якова и Анна, то есть оставшиеся апостолы, они, конечно, возмутились, что Яков и Анна, они хотят себя застолбить теплые места, мы тоже хотим. И вот Господь в этой ситуации преподает им очень важный урок. И Иисус же, подозвав их, сказал им, вы знаете, что почитающиеся князьями народов господствуют над ними, и вельможи хваствуют ими, но между вами да не будет так, а кто хочет быть большим между вами, да будет вам слугою, и кто хочет быть первым между вами, да будет всем рабом, ибо и Сын человеческий не для того пришел, чтобы ему служили, но чтобы послужить и душу свою отдать для искупления многих. Господь говорит, что Царство Божие, оно устроено абсолютно не так, как устроены земные царства. В земных царствах существует иерархия, где власть и привилегии, они поднимаются, чем выше ты в этой иерархии находишься. И люди стремятся занять более высокое место в этой иерархии, то есть быть вельможей, а еще лучше быть князем, а еще лучше быть царем, а еще лучше быть императором. И они властвуют над людьми, они эксплуатируют и используют других людей. Но Царство Божие устроено совершенно наоборот. В Царстве Божьем иерархия, она обратная. И внизу этой иерархии находится Христос, который служит всем, который пришел для того, чтобы умереть за всех остальных. Любое земное Царство устроено таким образом, что Царь отправляет других людей умирать за себя. Царство Божие устроено так, что это Царь умер за своих подданных. И Христос говорит о цели своего прихода. Он говорит, он пришел, чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих. Цель прихода Христа это именно искупление многих. Он пришел, чтобы пострадать и умереть. Но это очень важно, потому что это центральное послание вообще апостола, что Христос умер за грехи наши. Евангельская проповедь чрезвычайно важна. Но когда люди внешние по отношению к церкви говорят, что Иисус пришел преподать учение, они делают важную ошибку. Учение есть у Иисуса, оно очень важное. Но если говорить о главной цели, с которой Христос пришел на землю, он пришел, чтобы послужить и отдать душу своей для искупления многих. Его смерть и воскресение это средоточие Евангелия, а не его проповедь. Приходит в Ерихон. Когда выходил из Ерихона с учениками своими и множеством народа, в Артемеи сын Темея слепой сидел у дороги прося милостыни. Услышав, что это Иисус Назарей, он начал кричать и говорить «Иисус, сын Давидов, помилуй меня!» Многие заставляли его молчать, но он еще более стал кричать «Сын Давидов, помилуй меня!» Иисус остановился и велел его позвать. Зовут слепого и говорят ему «Не бойся, вставай, зовет тебя!» Он сбросил в себя верхнюю одежду, встал и пришел к Иисусу. Отвечая ему, Иисус спросил «Чего ты хочешь от меня?» Слепой сказал ему «Учитель, чтобы мне прозреть!» Иисус сказал ему «Иди, вера твоя спасла тебя!» И он тотчас прозрел и пошел за Иисусом по дороге. Мы видим здесь пример настойчивости. Вартимей, сын Тимеев, слепой сидел, просил милостыни, он начал взывать к Иисусу, его пытаются заткнуть, ему многие заставляют его молчать. Но он вместо этого еще больше кричит «Сын Давидов, помилуй меня!» И Господь его спрашивает «Чего ты хочешь?» Он говорит «Прозреть!» И мы видим, что он действительно хочет, потому что не всегда человек хочет прозреть. Бывает так, что человек уже привык жить так, как он живет. Бывали случаи, когда появилась новая медицинская технология, которая позволяла вернуть людям зрение. Люди слепые, и их можно вернуть зрение. И часть людей отказывалась. Они привыкли. Они привыкли жить слепыми, они уже хорошо вписаны в эту жизнь, и понимают, что если им вернуть зрение, им придется опять заново жить. Им придется переучиваться опять. Что для них был, конечно, шок, когда они ослепли, но если им восстановят зрение, для них будет это опять шок. Им опять придется всю свою жизнь круто менять. И так бывает и с духовной слепотой, и духовным прозрением, когда человек понимает, что если он прозреет и увидит Христа, ему придется все менять и идти за Христом. Как и сделал этот прозревший слепой, и он прозрел и пошел за Иисусом по дороге. Мы с вами прочитали 10 главу Евангелия от Марка. Мы читаем Писание в рамках библейского портала Экзегет.ру. Продолжение следует...